Мексиканцы, японцы, египтяне, греки, русские, израильтяне Все мы важны для Бога как личности Но также и как народы Все народы, сотворенные Всевышним Бог принимает нас как индивидуум Но заинтересован также в нашей национальной идентичности Чтобы мы, как большая семья, обратились к Нему всем сердцем И исполнили призвание, определенное Богом, нашему народу Праздник Кущей на иврите Суккот В последние времена актуальность этого праздника возрастает, как написано Из всех народов будут приходить из года в год для поклонения царю, Господу Савауму И для празднования праздника Кущей Скиния Давида на иврите Сука Давида В ней, как название праздника, употреблено слово Сука Многие комментаторы Библии рассуждают о том, что есть Сука Давида Загадочная тема Павел называет ее тайной домостроительством И если мы исследуем тему праздника Суккот Кущей И концепцию Давида о храме Всевышнему Сможем сделать важные выводы И лучше понять послание апостола Павла Праздник Кущей Согласно Библии, от сыновей Ноя произошли 70 народов Число 70 означает полноту В Иерусалимском храме в продолжении 7 дней праздника Кущей Суккот Священники, согласно повелению закона, приносили 70 жертв По числу 70 народов, то есть за все человечество В этот праздник мы строим Суккот Шалаши Как написано в законе Возьмите ветви маслины садовой и ветви маслины дикой И ветви миртовой, и ветви пальмовые И ветви других широколистных деревьев Чтобы сделать Кущей понаписанным Слова пророка Неемии о ветвях садовой и дикой маслин Соответствуют словам апостола Павла о дикой и природной маслина И его учению о важности призваний разных народов Именно так написано в законе Куща должна быть построена из ветвей разных деревьев В Библии разные дерева символизируют разные народы У каждого дерева свои свойства Каждое дерево имеет свой цвет, запах, свой плод Каждый имеет свое призвание Одно используется для строительства Другое для тонкой резьбы Иное в лечебных целях или дает благовонные смолы Иное для плетения корзин и устроения шалаша Есть дерева, древесина которых и только она пригодна Для изготовления музыкальных инструментов Также и у каждого народа есть только ему присущие черты Индивидуальность, характер, таланты и призвания Как праздник Суккот связан с Суккой или с Кении Давида Именно Давид получил откровение о святилище Как центре служения разных народов В храме Давид воплотил откровение о том, что Бог заинтересован во всех народах Племенных малых и великих Ибо Он тот, кто сотворил Соломон исполнил повеление Отца и посвящая храм Господу пророчески молится так И иноплеменник, который не от народа твоего Израиля Когда он придет из земли далекой ради имени твоего великого Ты услышь с неба, с места обитания твоего И сделай все, о чем будет взывать к тебе иноплеменник Чтобы все народы земли узнали имя твое Эта мысль – настоящая революция До откровения Давида такое заявление было бы странным Причем тут иноплеменник? Сделай обрезание, исполняй закон Моисея И так ты присоединишься к Израилю И станешь с ним один народ Тогда можешь обратиться к Богу Абраму, Ицхак и Якова Но Давид и сын его Соломон получают откровение об уникальности призвания каждого племени пред Господом И о важности служения всех народов пред Творцом Давид воплощает это откровение в концепции проекта храма Архитектурными средствами он осуществляет идею шалаша или сада, состоящего из разных деревьев Дикая маслина и садовая маслина Это двор Израиля и двор язычников Единый комплекс храма Через откровение Давид и спрашивает у Бога построить храм не для Израиля только, но и для всех народов Давид трактует святилище как эденский сад из насаженных Господом разных деревьев Хакодыш, святое храма, подобие кущи или райского сада Оно украшено разными деревами Золотой храмовый светильник представляет собой миндальное дерево, на котором завязи, цветы и плоды Также и рельефные изображения пальм, цветов, гранатовых яблок, огурцов, львов, херувимов на стенах Маслина, кедр и кипарис Дерева, послужившие к устроению храма Итак, святое храма символически представляет собой шалаш или сад из разных деревьев Мы говорили разные деревья, это разные народы, каждый со своим призванием Вот как Исайя выражает этот концепт Давида Дом мой назовется домом молитвы для всех народов Ответственность каждого народа пред Творцом, своим призванием, дарами и талантами Служить ему, как написано, и принесут в Иерусалим всю славу и честь народа Тогда Бог будет обитать с ними Для Бога ценен каждый народ, большой или малый, ибо Он тот, кто сотворил их Это и есть шалаш Бога с человеками Или скине Давида Суккат Давид В этом глубинный смысл праздника Сухок Шалаш Давида Это единение разных народов В служении Богу С их призванием и дарами Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok